Ну что, повоевать решили? Совсем мозги на бекрень встали? Решили, что укры и поляки пострадают? А вы там за океанами отсидите? Союзная решительность! Русские идут! Всем привет! Вы на канале УСЫ Лукашенко и с вами Сергей Беспавов. За эти несколько минут я расскажу вам о том, чего не покажет по телевизору и что так тщательно скрывает пропагандисты Беларуси. Ставьте лайк этому видео и поехали! Последствия перенесенного ковида диктатором становятся для всех более очевидным. Раньше он переживал, что США не обращают на него внимания, а теперь начал переживать из-за того, что госдеп США предупредил о последствиях дружбы с главным агрессором в Кремле. Пасть за коровью пей. В глаза смотри. Шкловский демагог спорит с очевидными вещами, а именно с тем, что Зенон Поздняк назвал ведение российского контингента на территорию Беларуси оккупацией. И что началась попытка переписать историю под нужную линию и ко всему пришивается геноцид белорусского народа во времена Второй мировой. А факты сталинских репрессий считаются необходимыми мерами на пути становления коммунистической власти. Дед настолько поплыл, что готов отправлять белорусов на смерть. А все ради того, чтобы просидеть на троне еще немного. Иллюзий на долгосрочную перспективу он уже не строит и начинает потихоньку прогревать своих прикорытников под уход на новую должность, как он думает. С такими же полномочиями. На трон села, на трон села. Царь во дворца, царь во дворца. Сам же шизофреник по нашим источникам на передовую не собирается. А вот бункер и обустройство на случай ответного удара готовит. Ну как бункер? Временные укрытия со всеми удобствами. Также ходят слухи, что семья очень осуждает решение поехавшего деда. И планирует в случае чего покинуть Беларусь. Моя земля покидай, но я все-таки любимая страна, а любить лучше заграница. Ведь так делает только настоящий патриот. Диктатор же готовится к другому мероприятию, а именно к внезапному сборищу ВНС перед референдумом. Где будет втирать прикорытникам и назначенцам шкловскую мантру. Про нелегальную миграцию, трафик оружия и запрещенных веществ, посадку самолета и то, как поправки защищают ценности и Беларусь от лязгующих гусениц НАТО. За окном посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ! И это не зря! А также про победу над коронавирусом из разряда «Самый лучший способ всем переболеть». И болезнь отступит. Но главная повестка – это ситуация с Украиной. Ты русский? Я украинец. Как говорят, Китаю не очень нравится вся эта обстановка и есть шанс сорвать грядущую Олимпиаду. И все надеются, что традиция останавливать конфликты на время Олимпийских игр будет продолжена. А деда с его провокациями закроет в его бункере. И единственное, от чего умрет вражеский солдат, это со смеху! От вида нашей армии! Я так не думал, сэр! А ты что умеешь думать? Уже разучился, сэр! Ай, красавчик, так дослужишься до генерала! Я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника. А следить за всеми делами он сможет по видеосвязи. Так как это делают минские чиновники, глядя на строительство моста на Немиге. Кстати, его планируют построить уже в феврале. Так быстро и средства сразу нашлись. До этого по всей стране переносили инспекции и проверки всех путепроводов и мостов, требующих оперативного ремонта. По некоторым сказали, что их закроют и начнут ремонт уже в этом месяце. Но стоило ситуацию чуток поутихнуть, и повестка была снята. Так как денег под это не выделили. И 19 аварийных мостов ждут своего дня, чтобы опять громко о себе заявить. Надеемся, что кортеж Синепалова будет на одном из этих аварийных строений. Уверяю вас, вы умрете другую смертью. А пока в Беларуси падают мосты и сервисы БелЖД после атаки киберпартизан, в России обвалился рубль. И это сразу после заявления Жириновского о том, что доллар никому не нужен, а рубль – самая крепкая валюта. Но как мы знаем, российский и белорусский рубль очень крепко связаны. А значит, через пару дней в плавание отправится и курс Деревянного в Синеокой. И это все из-за самых дорогих военных учений в истории союзного государства. При любом исходе которых цену придется заплатить. Огромную. Это он! Какой красивый! Ну-ка, шляпу сними, это же целый доллар! Делать прогнозы в данной ситуации очень сложно. Тем более, имея в уравнении психически нестабильного Лукашенко. Мы знаем, что силовики и военные Белоруссии очень переживают, что их втягивают в эту войну. Но когда у них был шанс перейти на сторону народа, они поддержали тирана и самодура. И пока ваша нога не переступила границу, есть шанс все исправить. А мы продолжаем следить за новостями и публиковать присылаемыми нашими зрителями инсайды. Если вам есть что добавить, пишите комментарии. Я всех их читаю, а на самые интересные стараюсь отвечать. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать наши новые видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok